Ну вот мы с вами добрались уже до середины нашего баттла, обязательно напишите мне в комментариях не надоело ли я вам вообще, потому что каждый день я появляюсь у вас в подписках и я очень надеюсь, что вы с удовольствием включаете эти видео и эта серия вам в целом нравится. Если вы здесь впервые вообще без понятия о чем идет речь, я вам очень рекомендую включить первый выпуск битвы брендов, я вам оставлю обязательно ссылку под буковочкой i, но если вкратце, на этой неделе видео выходят каждый день с понедельника по пятницу и я выбрала сейчас тему карандашей для бровей. Каждый день я беру какой-то новый бренд карандаша и каждый день мы его с вами тестируем, ставим ему баллы, подводим какие-то итоги, а в самом конце мы выясним, кто же все-таки из брендов делает самый крутой карандаш для бровей. Поэтому я надеюсь, что я вас заинтересовала и предлагаю посмотреть на сегодняшнего конкурсанта. Сегодня мы с вами будем тестировать карандаш Гош, который называется Eyebrow Pencil, ну в принципе не заморачивались с названием, но обычно вот такие вот классические карандаши как раз таки так и называют, а потом уже если выпускают какие-то особенные, то им придумывают и особенные имена. Оттенок я взяла для себя пятый Dark Brown, давайте на него посмотрим, потому что оно сейчас еще все запечатано. Выглядит этот карандаш вот так вот, то есть с одной стороны сам собственно карандаш, кстати здесь он более заостренный, чем вот вчера мы смотрели на Lumine, и с другой стороны щеточка. Щеточка опять-таки достаточно, я бы сказала, объемная и короткая, но это мне все же кажется немножко лучше, чем было у Lumine, но опять-таки мы с вами это проверим. Что касается базовых фактов по этому карандашу, то он сделан в Чехии и по объему здесь 1,2 грамма. Щеточка здесь более, как это сказать, даже упругая, то есть она такая прям, знаете, как немножко аж царапает кожу и сильно цепляется за брови, может быть это хорошо будет, то есть лучше будет прочесывать, а может быть наоборот, ну мы в любом случае это проверим. Карандаш наносится очень легко, вот мы уже с вами тестируем третий карандаш на этой неделе, и вот этот вот прям самый кремовый пока что из всех, потому что предыдущие конкурсанты были намного более твердыми, а этот прям вот мне стоит вот сделать штришок, и вот видите, он сразу вот легко вот так вот делаешь, и сразу остаются штрихи. И то же самое в бровях, то есть им можно, я так предполагаю, сделать прям вообще эффект, знаете, как у помадки для бровей, то есть действительно есть такой потенциал, что он может очень хорошо заполнять брови. И, кстати, оттенок, по-моему, просто шикарный, сейчас вот я закончу с этой бровью, и мы уже детально рассмотрим, что там с оттенком, и как нам вообще нравится или не нравится. Слушайте, ну мне прям все очень нравится, вообще абсолютно просто было нанести этот карандаш, он хорошо липнет к коже, то есть когда даже я вот его прочесываю, то пигмент остается, он немножко растушевывается вот так, как нужно, но при этом он остается на месте, и мне прям очень нравится, как получились мои брови. Оттенок идеально просто. Вот именно так я себе представляю идеальный оттенок под тот цвет волос, который у меня сейчас. Если у вас похожий оттенок волос, то вот этот вот пятый Dark Brown, это прям вот стопроцентное попадание. Это что-то среднее между помадкой для бровей и карандашом для бровей, потому что карандаш обычно делает более мягкий эффект, а здесь вот получилось что-то среднее. Я получаю и выразительность, которую я люблю от помадки для бровей, и в то же время какая-то мягкость, то есть нет вот такой вот наглости этой брови. Сейчас я вторую сделаю, и мы с вами уже будем переходить к оценке этого карандаша. Как вы уже поняли по моим восторженным отзывам, этот оттенок мне очень понравился. Я посмотрела, сколько всего оттенков в линейке, и там их оказалось пять, и опять-таки выбор оттенков немножко для меня был странноватый. Марка европейская, но при этом оттенки Grey Brown, Brown, Dark Brown, Mahogany и Soft Black. Опять-таки, где блонд? Почему блондинок так вообще дискриминируют в карандашах для бровей? И, кстати, блонд, я вот вспомнила, что блонд найти довольно сложно, потому что все начинают с каких-то вот таких вот светло-серых карандашей. И я помню, когда я была блондинкой, я тоже могла себе подобрать, ну, самый максимум, это вот такой вот оттенок а-ля мои брови, но немножко более выделенный, то есть вот такой вот серый оттенок. Но в то же время, если именно мы говорим о натуральных блондинках, у них же и брови очень светлые, поэтому им всегда подходят карандаши такие светло-светло-песочные, вот какие-то такие пшеничные карандаши. Поэтому в категории цвет пятерку я не могу поставить, но 4 это 100% справедливая оценка, особенно учитывая то, что растяжка коричневых очень классная, есть как теплые, так и нейтральные, и холодные оттенки, поэтому 4. Что касается нанесения, то тут сразу я скажу, я не буду опять повторяться, однозначно 5, очень просто наносилось, карандаш абсолютно не плешивит, и потом после того, как его растушевываешь, тоже весь пигмент остается, но при этом он более растушеванный. Что же касается дизайна, то опять здесь максимально классический дизайн, то есть это классический карандаш, и по сути, что можно сделать с классикой, вот все они выглядят так, что с одной стороны щеточка, с другой стороны карандаш, но в этом карандаше вот этот вот пластик, такой вот soft touch, даже это не пластик, это, я вижу, это дерево, но дерево видно покрыто сверху какой-то пленкой, то есть это очень приятное ощущение, и вот карандаш сам вот как будто полностью продуман, здесь такая полупрозрачная крышечка, которая одевается на щеточку, и непрозрачный пластик для самого карандаша для бровей, крышечки тоже очень плотно садятся, и вот это ощущение, я не знаю, для меня это самое приятное ощущение, вот это вот soft touch, я, наверное, если сама когда-то выпущу косметику, то у меня вся косметика будет в такой упаковке soft touch, потому что я просто перед ней стоять не могу. Скай и банальная идея, то есть это простой классический карандаш для бровей, но выполнен дизайн, на мой взгляд, на пятерку. Что же касается стойкости этого карандаша, то мы с вами опять сейчас не будем подводить итоги, мы дождемся конца дня, и я вам на экране покажу обязательно, как выглядели брови сразу после нанесения, и как они выглядят в конце дня, и также на экране я вам покажу свою оценку. Ну что ж, у меня на этом все, мне кажется, сегодня у нас с вами был такой достаточно серьезный конкурсант с, возможно, потенциалом на победу. Но батл продолжается, у нас еще впереди два карандаша для бровей, и мы посмотрим, как они себя покажут. Если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот здесь вот. Вот здесь вот вы сможете посмотреть другие видео из серии Битва брендов, если вы вдруг какое-то видео пропустили, обязательно посмотрите все, тем более они короткие, много времени у вас не отнимут, поэтому обязательно посмотрите все для полноты картины. А мы с вами увидимся завтра в новом видео.